Саламу алейкум, арахмату ла баракату. Алейкум, ас-саламу, арахмату ла баракату, вашех аслам. Машалла, машалла. Я, Устаз, я, Аспад Хазрат. Искренне рады вас видеть. Как мы и обещали, по утрам пятнадцать восемь часов будем выходить в эфир, мчаалла, для таких коротких наставлений для наших братьев и сестер. Об этом мы договорились в ходе нашего последнего интервью. И чтобы долго не затягивать, я бы сразу хотел озвучить главный вопрос сегодняшнего эфира. Это огромное количество представителей наших народов, бывшего Советского Союза, готовы поститься, но еще не готовы к намазу. Стоит ли их удерживать от этого словами о том, что ваш пост все равно не принимается, или их стоит подталкивать, наоборот, к тому, чтобы они начинали поститься, даже если они не совершают намаз. Это касается огромного количества наших родственников, близких, тети, дяди, старшее поколение, младшее поколение. Каково мнение мусульманских ученых на этот счет, дорогой храм? Очень актуальный вопрос вы задали, потому что так оно и есть. И часто мы сталкиваемся с этим вопросом. Перед тем, как ответить на этот вопрос, и как проповедники, как те люди, которые призывают, стараются призывать к добру, ваше Аллах, хотелось бы вначале этот вопрос как бы разъяснить с точки зрения мадхабов, аль-фукага, с точки зрения ученых, мадхабов, вообще как принимается ли пост или нет того человека, который не молится. Что касательно джахдан, то есть имейте в виду, когда человек оставляет намаз, при этом он думает, утверждает то, что намаз не является обязательным поклонением. Если он преднамеренно говорит это, где Всевышний Аллах приказывает нам молиться, он говорит, нет, это не обязательно, тогда этот человек выходит из религии Всевышнего Аллаха. То есть он по исламу, по всем мадхабам, четырём мадхабам джумхур-уламам не считается из числа мусульман. Соответственно, его пост не принимается. Второе, что если человек оставляет молитву, то есть из-за, так скажем, поления оставляет намаз, или тахаун, то есть как-то пренебрегательно относится к молитве, из-за этого как бы он оставляет молитву, но при этом он читает и понимает то, что намаз, молитва, пятикратно она является обязательным и столпом ислама, то здесь мнения ученых разделились. Ханафиты говорят то, что он, если человек оставляет намаз, но при этом он понимает и убежден, что намаз является обязательным действием, то есть фардом, но он оставляет, не читает, то его ислам действительный, то есть он не выходит, и он остаётся мусульманином. И приводит Далиль, где Всевышний Аллах, Субхану А.Семкин, говорит, «Инна Аллаху ла ягфиру айюши ракаби, и ва ягфиру маду, не залики ла маяша». Поистине Всевышний Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, а всё остальное прощает, кому пожелает, говорит Всевышний Субхану А.Семкин. То есть здесь они говорят, что Аллах Субхану А.Семкин, получается, если человек оставляет намаз, он, иншаллах, его Аллах Субхану А.Семкин простит, но Ширк не простит, значит он является мусульманином, и он говорит, «Ла Иллах, илла Аллах», значит он мусульманин. Также на это мнение, одно из мнений Маликинского мадхаба, раи, мнение, то есть второе мнение шафиэтов, то что он человек, который оставляет намаз, но при этом убеждён, что намаз является обязательным действием, то он не выходит, ислам остаётся мусульманином. Ханбалит и ханабиля, они считают, что человек, если оставляет намаз, даже если поление, или по любой, без разницы по какой причине, он оставляет намаз, то он не является верующим, на какой далий берут, какое берут доказательство, где Всевышний, субхану ва-та-Аля, говорит, «Ва халафе имен ба'ади, махалфун адаа ассалата, ва табау шахм, ва табау шахм, ва табау на гайя, илла ман табау аамена, ва амена салихан, фаулайка ядхулу на жанна, ва ла юфаламу на шайя». То есть Всевышний, Аллах, субхану ва-та-Аля, когда писал тех людей, которые оставили молитву, «Вы ставите молитву и не будьте из числа язычников». То есть Аллах природил к язычникам. И также Мухаммад, саллах, саллах, сказал, «Аль ахиду ладзи байнана, ассалата мэн таракэф талкает кафар». То есть договор между нами и Аллаху, это намаз, кто оставил, тот не уверовал. Ну, это как бы и доливих много. Теперь давайте вернемся, то есть мы сейчас полную картинку поняли, мнение фауфы, мнение исламских ученых, по этому вопросу. Хотелось первое, что две вещи, шея Руслан, как бы здесь упомянуть. В первую очередь, хотелось бы сказать, то есть побудить, то есть напомнить нам всем обязательность молитвы. То есть намаз – это обязательный столб ислама, второй столб после шахады. Рок Мухаммад, саллах, алисам, сказал, «Ассалат, ухаммаду динь». Намаз – это столб религии, то, на что упирается религия. Это общение с Аллахом, субхану ва-та-Аля. Также пророк Мухаммад, саллах, сказал, «Аввали мна юхасибу, абдиом на кияме, анис-саллах». Первое, когда из могил станут люди, первое, за что будет спрошено, за молитву, за намаз. Также Аллах в Коране говорит, «Ассалат, ухаммаду динь». «Ассалат, ухаммаду динь». Когда все вишны, Аллах, субхану ва-та-Аля, в судный день, обитатели рая зайдут в рай, обитатели адов зайдут в ад, и люди, они будут между собой общаться. И те, кто в раю, зададут вопрос, что вас привело в Сакар? То есть, почему вы попали в джаханнам? Почему вы не с нами здесь, в раю? Первый ответ, мы не были из числа молящихся. Поэтому даже Умар ибн-Хаттаб, рада Аллаху ангум, он умер в молитве, то есть его убили во время молитвы, когда он проходил мимо рынка Медины, и видел там, один продавал джасус, продавал что-то, какие-то изделия из металла, и подарил он ему хинжар, такой некий кинжал, и во время утренней молитвы этот джасус проник через ряды, снял его и пронул его. После этого, что он упал, когда был утренней молитва, рассвет был уже, после этого он начал одного сахабу, второго, третьего, и когда его окружили, он кинул кольчугу свою на сахабов и сам себя убил. Потом открывает глаза Умар ибн-Хаттаб, открывает глаза и видит то, что уже рассвет. Представляете, кровью истекает человек, то есть уже, субханаллах, такой, то есть его жизнь вот-вот на волоске, и первый вопрос, какой бы человек задал вопрос, как это случилось, что со мной произошло, как вы допустили, кто меня опырнул, а он что? Первый вопрос, ассалейтум, прочитали ли вы намаз? То есть я был, имамом, я стоял имамом, как бы я потерял свое время, вы намаз прочитали? Когда сахабы сказали, да, прочитали. Потом говорит своему сыну, Абдулле, принеси воду. Сподвижники подумали, что от потери крови, он хотел у него пить, жажда, на что он взял воду, омовение, как смог, дочитал намаз. И после этого спросил вопрос, посмотрите, как он задал вопрос, кто меня убил? То есть не сказал, кто меня пронул, чувство смерти. Поэтому человек, он чувствует смерть, когда приближается. Кто меня убил? Сказали, такой-то, такой-то, то есть не был, из числа мусульман, был джасусом, и тогда он, с какими словами Муша сказал, Аль-Хамду-Лиллахи, ла-ли-тауф-фани-а-ля-яде-раджуль, лам-я-с-джуд-с-джуд-а-тан-кап. Аль-Хамду-Лля-то, что Аллах забрал мою душу через того человека, который не делал земные поклоны, то есть не молящийся мне убил. Аль-Хамду-Лиллах. Также пророк Мухаммад, саллаху алей-салям, последние слова, какие его были? То есть мы говорим, мы любим пророка Мухаммад, мы за ним следовали. В реанимации, скажем, да? И доктор говорит, вот ему осталось чуть-чуть жить, последнее, идите, попрощайтесь. Он что, собирает всех своих близких? Если может говорить, еще говорит, там, сынок, там, вот этот вот, мы должны этому отдадите долги, или этот мне должен, то есть заберите у него, тебе я перепишу этот бизнес, тебе перепишу дом. То есть о самом таком важном, и пророк Мухаммад тоже о самом важном сказать, ассаля, 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 вон она ля-катайма ля-кум. Это намаз, 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 и хорошо относитесь к тем, кто вам подчиняется, то есть как руководители, как правители и так далее, к народам. Это, что хотел сказать, шея Руслан, это мы упомянули о важности молитвы. О важности молитвы. Теперь разобрали мы мнение ученых, ассаля, теперь перейдем к вопросу, если человек, еще не с Аллахом, и субхану и субхану и субхану и субхану и субхану и субхану, его, потому что иногда, вы так знаете, люди говорят, вот-вот я доказывал, призывал, но я не смог его поставить на намаз. Кто вы такие, чтобы на намаз поставить? Аллах, субхану и субхану и субхану. Поэтому, если Аллах, смотри, еще не поставил человека на намаз, я даю ему этот путь, но хочет поститься. Как быть? К сожалению, некоторые люди, субхану и субхану и субхану и субхану, отдаляют таким путем люди от религии. Ты не постись, у тебя все равно Аллах не примут. Он, может быть, вот только что, только что, как бы приближается, какой-то шаг хочет сделать и так далее, мы не имеем права, как бы запрещать человеку поститься. Молится он или не молится, субхану и субхану и субхану. То есть, даже если есть их делят, аль-фукхага, есть разногласия среди ученых, даже если мнение какого-то там манхаба более слабже, оно мнение есть. Никто не правее запретить человеку поститься. Нет, наоборот, мы должны побуждать. Аль-хамду и ля, пускай поститься. Что касательно, примет Аллах или нет, это не мы решаем. Это Аллах решается. Аллах, может, не примет у молящихся, который такой, потому что он не яд был, может, показуха была какая-то и так далее. Поэтому мы говорим, субхану, пускай, ни в коем случае никто не имеет права запретить человеку не поститься. Пускай он поститься. Пускай он человек. Я даже, знаете, вот каждый год мы возим группы на хадж, и люди спрашивают там некоторого, вот я еще намаз не считаю, как бы, ну на хадж хочу поехать, уже там, можно ли мне ехать или нет? Я говорю, да, да, конечно, поехали, поехали. И во время хаджа он там видит, как люди все молятся, он, субхану Аллах, видит, как в Аль-Хараме, сколько там народа, сколько мусульман и так далее. И все уже, я ни одного еще процента не знаю, чтобы вернулся, который поехал по ним молящимся, по хаджу, чтобы он не встал на нас. Сразу встал на нас. То есть, может быть, через пост он придет намаз. Может быть, через пост придет намаз, миша Аллах. Но, поэтому, хотелось бы обратиться всем, то, что намаз, уважаемые братья и сестры, тот, кто приказал нам поститься, это же создатель приказал нам молиться. И первое, что нас будет спрошено за молитву, и, аль-хамдулли, легко это читать. Представляете, вот, нам Всевышний Аллах дал подарок с вами, 24 часа в день. Подарок. И говорит, обратно мне только верни полчаса. Неужели мы будем возвращать Аллах, как один шейк говорит, это представьте, тебе, говорят, каждый день кто-то дает 24 тысячи долларов, тысячи долларов только дай мне обратно там, и ты ему не даешь, на следующий день он тебе 5 дает, 24 тысячи дай, и ты ему не даешь. То же самое, Аллах дает 24 часа, один час, там, 40 минут, там, эти все 5 намазов, 5 минут, чтобы намазов, и верни, это как вот, то есть, дай Аллах, и как сказал один ученый, красиво, как бы, я на том же мнении, то, что кто оставляет намаз, но при этом, ля-илях, ля-илях, он не выходит из религии, он мусульманин, но ты, который оставляет молитву, намаз, ты для себя довольствуешься ли тем, что твое положение, это рассматривается учеными, наши уммы, вообще верующие ты или нет, то есть, никто для себя этого не пожелает, поэтому, аль-хамдулля, но я хотел бы сделать акцент, эта работа, аль-хамдулля, правильно нужно побуждать, правильно призывать, красивым призывом, объяснять, может быть, который хочет поститься, он не знает, может быть, что настолько важный намаз, и тут начинают на него кричать, это работа уже имамов, это работа уже правильно объяснять, то есть, они как дети, к ним нужно обращаться, нужно их побуждать, нужно им показывать красоту, ни в коем случае не показывать грубость или еще, аль-хамдулля, тебя Аллах миловал, то, что ты намазишь, но ты тоже когда-то таким был, может быть, не манился, да ты тоже к нему отнестись с милостью, позывай его, у тебя должна быть именно что, чтобы он принял это, представляете, когда себе Вишня Аллах посылал Моисея, Мусу, к тому, кто сказал, я ваш великий Господь, к фараону, он что сказал? Скажите ему мягкие слова, то есть, он себя Богом возомнил, не грубите ему мягкие слова, может быть, он опомнится или будет богобоязнен. Дорогой Хазрат, искренне вас благодарю за наставление, хотел бы двумя мыслями еще поделиться. У нас, в наших странах, бывшего Северского Союза, мы привыкли называть намаз намазом, персидским словом, упуская само арабское название этого обязательства, саля. И в нем заложен великий смысл, потому что слово саля, молитва, происходит от слова связь, связь человека с Господом. То есть, мы ежедневно, пятикратно выходим с Господом, со своим, с нашим Творцом на связь, напрямую, линию связи, обращаем к нему свое сердце, каемся, просим прощения. И в это время внимание Господа приковано к сердцу молящегося. Насколько оно смиренно, насколько оно, насколько оно покаянно в это время, насколько оно нуждается в Господе в этот момент. Как может человек, понимающий, что он выходит пять раз в сутки на прямую связь, в прямой эфир со своим Господом, как может человек после этого избегать намаза? Если мы самым близким своим людям в день несколько раз звоним, а тут с Господом прямой эфир у нас, ежедневно. И для меня очень важно восстановить в сознании, в понимании людей именно этот смысл молитвы. Это не просто механические действия, это именно пятикратная связь с нашим Господом. И потом, насчет ваших слов, быть может, хадж укрепит человека в понимании, что нужно молиться, быть может, саум, сиям, быть может, пост укрепит человека в понимании того, что нужно молиться. Я хотел бы привести слова одного иракского ученого, когда ему задавали подобные вопросы, вот когда человек тянется к посту, человек тянется к хаджу, потому что он видит в этом какую-то внешнюю красоту. но еще он не готов к намазу или женщина не готова, допустим, покрыть голову хиджабом. На что этот ученый сказал? Видно, Аллах полюбил тебя раньше, чем ты его. То есть Аллах полюбил тебя как своего будущего поклоняющегося раба. Аллах видит твою искренность и он внушает тебе любовь к хаджу, к посту, интерес к хаджу, к посту. И может быть, он подталкивает этого раба к тому, чтобы прийти, коснуться хаджа, коснуться поста, попробовать и через это открыть его сердце. Мы же замысел всевысленного не до конца можем понять. Поэтому человеку естественно ни в коем случае нельзя грубыми словами отталкивать того, кто уже начал тянуться к исполнению хотя бы одного обязательства ислама. Если вы позволите, человек в ислама в это время позволяет, я прям хотел бы в контексте того, что вы сказали, прям так по мурашке трогательно сказать, джазаку лахаир. Достоверный хадис, который приводит Абу Хурейр, рада Аллаху Альху, пророк Мухаммад сказал, рассказывает о тех, которые были до ума пророка до нашей общины, были два брата, сказал пророк Мухаммад один из них салих, другой талих, один из них был верующим, праведным, другой был грешником. И вот этот праведный всегда призывал своего брата, то есть переживая за его положение, призывал к молитве, призывал к благим делам, и он не отвечал ему. И постоянно, когда призывал, тот не отвечал ему. И в один момент он уже настолько его призывал, и тот не отвечал уже как бы, и сказал, Аллах тебя не простит и не ведет тебя в рай. То есть, представляете, я сколько тебя призываю, сколько я мучаюсь, я тебе желаю блага, но Аллах тебя не простит, такое сказал и не ведет тебя в рай. Пророк Мухаммад сказал, достоверный хадис, их приведут в судный день двоих. И Аллах скажет вот это праведникам, скажет, ты за меня решил, ты за меня решил, кого я буду вводить в рай или кого в ад. Субханаллах. Представляете, то есть, Аллах Субханаллах создает, как ты можешь за меня решать, кого я прощу, а кого я введу в рай. И тогда скажет, возьмите, выкиньте его в ад. За то, что он не имеет. А этому грешнику Аллах Субханаллах скажет, а тебя я прощаю. Почему? Потому что, когда он его уже сказал, а тебя Аллах не простит, он что сказал? Дай ему, Рабби, оставь меня с моим Господом. Вот так он сказал. Вот ты тогда сказал, упомянул мне, сказал, оставь меня с Богом, значит, ты в меня поверил, у тебя было частичка вера. Тебя я прощаю и ввожу в рай. И Абу Хурейра, рада Аллаху Ану, комментирует этот хадис, сказал, вот этот человек, праведник, сказал слово, которым погубил Дуния и вечность. И эту жизнь, и вечную жизнь. Субханаллах. Я хотел бы обратиться, потому что аудитория ко всем молодым братьям и так далее, не спешите языком кого-то вывести из круга верующих и так далее. Не имею права человек. Только Аллах знает, кто где и в каких кругах. Мы должны, если кто-то грешит, что-то делает, мы за него переживаем, за грех. Мы должны призывать, а не отталкиваться. И Аллах нас не послал как судьями на эту землю. Судья один. Нас Аллах призывает, что? Призывать, а не судить. Вот это то, Аллах и заставить, и заставить. Махай. Ваяком, дорогой Хазрат. И, наконец, подходя к тому, ради чего мы вообще эту тему обозначили. У нас в преддверии Рамадана как раз большинство людей начинает вновь задумываться о посте. И мы с надеждой на то, что пост, погружение в пост, практика поста смогут укрепить этих людей в понимании того, что нужно совершать тоже намаз, мы как раз эту тему подняли. Но хотелось бы в нескольких предложениях попросить вас сделать наставление уже перед началом поста, потому что наш следовательный эфир уже произойдет уже в Рамадане. До Рамадана, до его начала несколько дней осталось в вашем наставлении, дорогие хази. Первое, что я хотел сказать, как бы, алхамдуля, мы ждем этот месяц, Рамадан, как гости, долгожданный гость, по которому соскучились. Потому что Шахру Мубарак, как говорил Рух Махмуд, обращался с Сахабами, он говорил, «Атакум Шахру Мубарак, шатку афитку минаннар, то есть пришел вам благодатный месяц. В этот месяц врата рая открыты, врата ада закрыты. Каждая ночь глушат и называют, «О, кто хочет для себя благо, прими». То, кто хочет и не хочет для себя благо, отвернись от этого, не бери это, всю благодать этого месяца. И каждую ночь Аллах ведет список тех людей, кто спасся от огня. То есть уже все. Он из числа обитателя рая в ад не попадет, и мы не знаем, в какую ночь мы попадем в этот список, Аллах, чтобы мы попали. И мы должны в этот месяц, Шах Руслан, делятся люди на две категории. Первая категория, которая ждет этого месяца. И каждые минуты Рамадана, они радуются, что зашли в этот месяц. И просто Аллах, чтобы возможно пропаститься. Сколько наших братьев не дожили до этого месяца, который постили с нами в том году. Не знаем, для нас будет это первый, последний Рамадан, или еще мы даже его дослежим. Аллаху Алим, только Аллах знает. И другая категория людей, которые заходят вместе в Рамадан, они как бы хотят, чтобы он побыстрее прошел. То есть какие-то грехи у них были, грешили, во время Рамадана не останавливаются, хотя быстрее, быстрее, чтобы обратно вернуться к греху. Вот люди делятся в этом. Мы должны именно в первую очередь ихлас. Самое главное, что у нас должно быть искреннее намерение пропаститься ради Аллаха, и быть искренным со Всевышним. Искренным как? И зайти в месяц Рамадан покаявшись, посидеть наедине, ночную молитву почитать, тяуба, попросить Аллаха, чтобы чистым сердцем, чистой душой, иншаллах, в чистой странице зайти в этот месяц Рамадан. Именно как бы показать Всевышнему Аллаху Субханалу нужду нашу к нему. Показать Аллаху Субханалу фаакурно, показать Аллаху как мы его любим, как мы нуждаемся в нем. Потому что мы нуждаемся в этих благих деяниях. Аллах Субханалу мил, и числа тех, которые дожили до этого месяца, которые, иншаллах, будут поститься и так далее. То есть показать Искренность перед ним и, иншаллах, вот так встретить этот месяц и так же подготовиться, сделать себе какую-то программу, постараться хотя бы если у каждого человека не будет получаться приезжать на тарамах, намазах хотя бы один, два, три раза с детьми, иншаллах, детям подарки, подготовиться какие-то на этот месяц, иншаллах, дома, чтобы был праздничное настроение, чтобы Кур'ан читался, вот такой праздник, это наш праздник, братья с сестры, поэтому как-то подготовиться душевно, иншаллах, и Аллах, прошу Всевышний, Аллах, чтобы нас всех собрал вместе, иншаллах, в этот месяц, Рамадан, на поклонение, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейсалям, для постящегося, две радости, первая радость в этой жизни, когда он разговляется, и вторая радость в судный день, первая радость разговляется, это когда мы делаем ифтар, в этот момент мы радуемся, не потому что мы кушаем, нет, кушать ты больно не хочешь, и желудок сужается, а именно то, что ты смог пропаститься этот день, это то есть первая радость из первой радости, вторая радость из первой радости, это когда наступит праздник разговления, то, что ты благодарен Аллаху радуешься, то, что ты весь месяц смог пропаститься, и вторая радость, она более великая, и там будет то, что глаз не видел, то, что ухо он не слышал, и человек даже такой не может себе представить, это подарок Аллаха, когда скажет, это дверь Раян, заходите, это только для постящихся, для других она не откроется, когда все постящиеся зайдут, она закроется, поэтому просим Аллаху, чтобы принял наше посты, чтобы дал нам возможность полностью весь месяц пропаститься, пускай у кого-то здесь сейчас в эфир смотрит, близкие, родственники не дожили, может кто-то, может родители ушли из этой жизни, чтобы Аллах смилился над ним, иншаллах, чтобы Аллах дал нам награду, иншаллах, чтобы Аллах смилился над ним, то, что делают их дети в этой жизни, награда шла им родителям в могиле, иншаллах, саллаху аля набии Мохаммад и ва алихи 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 Али 9 3 7 5 9 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9. これ deeds